Павел Борисович, здравствуйте! Сегодня у нас в студии, как я уже представил, бывший заместитель главы администрации, руководитель аппарата. Очень интересный для Балаковской публики человек. Все хотят услышать разные вопросы от него. Откуда ягуары, как тела, болел ли он ковидом и прочее. Но, я думаю, это не основной вопрос, который мы сегодня зададим. И, надеюсь, услышим очень откровенные ответы от Павла Борисовича. Павел Борисович, первый вопрос. Вы известный такой ковид-диссидент. Но, все-таки, мы не могли эту тему не затронуть в момент начала пандемии. Вы всегда как-то отрицать внутри в кулуарах. Вы ходили без маски, жали руки и всегда на это с прищуром смотрели. Ваше мнение сейчас изменилось о пандемии? Смотрите, в целом, я полагаю, что эта ситуация в чем-то схожа с военной ситуацией. То есть, это в определенном смысле война. Общество с врагом является в данном случае болезни. На любой войне всегда как? Если спрячешься глубоко в окоп, из него не высунешься. Ты не выполнишь задачи. Если ты вылез, выбежал с дури вперед, тебя, скорее всего, убьют. И ты тоже эту задачу не выполнишь. Вот в тот момент, когда я ходил без маски и прочее, еще по всем, по всей статистике и по всем руководящим документам, по направлениям, то есть, еще волны не было. Она была где-то далеко, она подкатывала. И строгих прямых правовых запретов на это не было. Когда они появились, то в соответствующих местах мы их действительно соблюдали. Но дело в том, что я сам человек по этой работе был не публичный, и необходимости соблюдения их в то время не было. Сейчас, конечно, когда вот именно вторая волна нас что называется, накрыла, я, безусловно, все эти меры там, где нужно, соблюдаю. То есть, магазины, общественные места я, конечно, надеваю маску даже в общении с близкими при необходимости. Но если этой необходимости нет, если я знаю, что вокруг меня свои люди, которые либо переболели, и они уже не опасны, то, конечно, до безумия эти меры не доходят. Сегодня на нашей площадке мы собрались не одним. За кадром у нас еще также присутствует корреспондент сайта ГОВ-64 Татьяна Енисова. И заочно вопросы тоже задавала корреспондент про Блакова Инна Чумичкина. Просто она как раз-таки с ковидом, наверное, сейчас борется. Вот, так сказать, из окопов. И это бы интервью не состоялось, и оно могло бы состояться на другой площадке, насколько я знаю, поскольку анонс этого интервью был на сайте Сути. Состоится ли оно? Будет? Не состоялось? Или вот какова причина? Насколько я знаю, ковид там тоже вмешался. Да, он вмешался. По крайней мере, мне руководитель издания именно этим объяснил, потому что люди, которые занимаются у них обеспечением такого рода видеоинтервирования, все были на больничном. Поэтому дело, что называется, затянулось. Конкретной датой не названо, если оно будет интервью, но если у них, дай бог, у них все наладится, чего я им искренне желаю, и они меня пригласят, я, конечно, готов буду ответить и на их вопросы. Вам не кажется, что это немножко похоже, ну, все мы знаем, кому подлежит сайт Сути.News, не кажется ли это цензурой связан с тем, что вы все-таки бывший работник аппарата? Я так не думаю. Я так не думаю. Я не думаю даже, что моя, выпуск со мной программы Arithmy, которая висела все время, потому что у него было большое количество просмотров, сейчас там только остались просмотры Андрея Солдаткина, Франки Хигса и Надежды Владимировны Позняковой. Это, наверное, просто зависит от популярности человека, от никаких цен. Все хорошо. Ну, популярность в данном случае на сайте, она регламентируется редакторами сайта. Когда я снимал с Arithmy, вы только-только вступили в должность, вы были темной лошадкой, интересный человек, серый кардинал, как вас называли администрацией. Ну, в этом и есть своя логика, тоже своеобразная. Все-таки, мне кажется, что подвергся цензурированию, ведь ничто не мешало сути недавно совершенно провести эфир с господином Шкилем, с его бомбами. Ну, это был экстренный случай, на который отреагировали все, в том числе, областные, средства. То есть, это была новость областного уровня, они, наверное, мобилизовались. Я, к сожалению, или к счастью, скорее, новость областного уровня не являюсь, поэтому, если они действительно захотят со мной делать администрацию, я готов подождать. Я давно знаю Сергея Губанова, я думаю, что он тоже зарекомендовал себя как достаточно самостоятельная личность в нашем медиапространстве. Будучи замглавы и первым руководителем аппарата, вот если мы коснулись, ну, я коснулся цензурирования, допустим, вы отрицаете факт, вы как-то влияли на муниципальное издание Балаковские вести? Ну, что значит влиял? по структурному своему подчинению редакции Балаковские вести, МАУ, значит, информационное агентство Балаковские вести, оно как раз подчиняется заместителю главы руководителя аппарата. Поэтому любая муниципальная газета, она выражает точку зрения муниципалитета. И с этой точки зрения мы, да, формировали повестку, что скажем, но инициатива всегда приветствовалась. То есть, если корреспонденты и руководство издания говорило, мы хотим написать вот про то-то, про то-то, ну, конечно, никакого цензурирования в этом случае не было. Ну, то есть, плохо про вас можно было написать? Я хочу напомнить, что... Нет, я хочу напомнить, что были, ну, сначала слабые, но мы, как бы, эту работу до конца не довели, именно, чтобы муниципальная газета заострял внимание на недостатках работы муниципалитета, муниципальных предприятий, на проблемах. Это, конечно, нетипично для прессы, муниципально находящейся на бюджете, но мы наталкивали на эту... в этом... подталкивали в этом направлении предыдущее руководство Блаковских вестей, но оно как-то совсем в эту сторону не подталкивалось, а вот с Натальей Ивлевым мы работали, да, они уже начали как бы в эту сторону, что называется, поворачиваться. Но, безусловно, муниципальная газета, как газета бюджетная, она должна не пропагандировать, освещать именно работу муниципалитета, показывать все те вещи, которые, может быть, не являются выигрышными с коммерческой составляющей именно коммерческого средства массовой информации, но давать ту информацию, которую не несет, будем так говорить, прямого коммерческого успеха, то есть масса просмотров, но они должны рассказывать об экономических, социальных показателях, о соцсфере, о тех или иных людях, то есть те просмотры, которые, предположим, если бы они вышли в интернете, они бы не набрали такого сразу просмотров, как горящая машина или кто-то кого-то порезал ножом, но это, безусловно, часть работы муниципальной газеты, и они ее делали, на мой взгляд, достаточно достойно и продолжают делать. Криминал как раз-таки и набирает больше всего просмотров, и люди у нас это любят. То есть, свои политики в СМИ, то есть, в медиапространстве, вы, я так понимаю, били на опережение, да? Выбивали повестку у других оппозиционных? Нет, нет, нет. Нет, мы старались действительно повернуть, потому что повернуть их вот в эту живую работу. Почему? Потому что, ну, может быть, немножко грубо, хотя это пословица волка ноги кормят, то есть, свободная журналистика, она именно быстрее, ты должен быстрее побежать, что-то сделать, первым показать, чтобы в этом суть хлеб. А муниципальная газета в находящийся на бюджете, она может позволить себе ну, расслабляться, причем даже в буквальном смысле. Я несколько раз приходил в редакцию, когда еще был Север Александров редактором, и увидел, что утром там еще особо вот они приходят. То есть, вот это вот, да, я вот это вот, вот этой энергии, той суеты, которая всегда бывала там, в той же сути, у того же Александра Викторовича на ум, когда там, здесь этого не было, и вот это вот болотце мы там чуть порастрясли, я считаю. Вот затронули вопрос тоже, в принципе, у нас его не было, про редактор Александров, да? В общем, не только на его примере, мы помним увольнение различных, в принципе, людей с различных должностей, все они проходили, естественно, через ваш, что ли, кабинет, почему-то, собирая информацию об этих увольнениях, как, например, Капитанова, там, например, Александрова, с разных должностей, получается, никто с Александром Александровичем, то есть он лично не увольнял, вы какой-то кризисный менеджер, шли по увольнению, вот как это? Нет, не совсем так, вы понимаете, что Александр Александрович пришел в администрацию со своими новыми подходами, с достаточно принципиально новой позицией, по отношению к всему муниципальному хозяйству, и перед всеми сотрудниками, прежде всего руководящими, были поставлены задачи новые, по-новому. Некоторые из них не соглашали, то есть изначально были не готовы к такому решению, некоторые добросовестно пытались в этих условиях работать, некоторые нет, но в любом случае всем им предоставлялся шанс, то есть им говорили, вот от тебя сейчас ты будешь работать вот так, вот в таких условиях работать. если говорить о каких условиях, то основной принцип был, это действительно вот это жесткое сокращение бюджетного бюджета всех организаций, оно достаточно мощно сократилось, задачи практически остались, и соответственно это работа по белому. Все-таки здесь вопрос даже не в том, что я политику понимаю, пришла новая команда, перестроился, оставаясь, работать, так, например, как Калинина, например, Татьяна Павловна, она занимает место любой бешапошнику, это все люди, которые пришли до вас, вопрос в том, что как их увольняли, например, Александрова там чуть ли не вызвали, вот он работал, работал в понедельник, выходи, распишись, до свидания. Ну, то есть, как-то все спонтанно, с людьми некрасиво, как бы, я могу сказать, что нет, начиная с Аляси Фаридовна, Сударкиной, и заканчивая всеми, кто уходил, всем, ну, всех руководителей, которым мы говорим, всем предоставлялся шанс, всем говорили, что вот такие задачи, вот такие условия, давайте пробовать, и, соответственно, в течение всей этой работы были периодические, как говорится, ну, замеры, или давайте, давайте, работайте вот так, работайте вот так. Люди понимали, что они этим, ну, или не хотят, или не могут работать в этих условиях, и тем или иным образом, да, кто-то, конечно, ну, сопротивлялся, потому что, понятно, место, зарплата, как говорят, идти особо некуда, но нам тоже нужно было работать, если не можешь работать в этих условиях, давай уходи. Приходилось, конечно, ну, разговаривать по-разному, но в любом случае не просто шанс давался, вот так спонтанно, что ты завтра не работаешь, это нет. Ну, с тем же Александровым, даже элементарные вещи, говорю, приходите, пожалуйста, на работу. Нет, это мы слышали фразу, но что-то неохотно, как бы, новые чиновники поступают, сейчас, до сих пор, ваше место вакантно, то ли нет специалистов, то ли нет политкакого-то желания, или, но, например, вот такой пример, уже после вашего ухода, увольнения, Эмилия Мамедова, Алексея Матюшкина, тоже одним днем, какие-то, как вспышка такая, ну, по Алексею Матюшкину, было понятно, там, какая-то, до сих пор, мы от Сан Саныча, пытаемся добиться, для чего он там, соединяет две организации, то ли это, в экономе, то ли это, чтобы Матюшкин был уволен, хотя могли его просто попросить, наверное, а вот Эмилия Мамедова, ну, человек, вроде бы, ставил его Александр Александрович, вроде бы он, вот, как чиновник, мне кажется, он был для вас идеально, с него как с гусь вода, то есть, по нему, кто только не бил, и Роман Ирисов, да, и партийцы, там, за его плохую работу, но он, как юрист, всегда отвечал, все четко. Я могу вам сказать, сказать, что по этому увольнению, я думаю, что из всех, если они были ошибок, то это именно ошибка самая существенная, потому что, вот вы сказали, кто бил Эмиля, это, это не то, что даже верхушка айсберга, по-настоящему, его били, вернее, пытались пробить через ДХБ именно Александр Александрович, представители различных проверяющих, контролирующих органов. Я могу сказать, что столько проверок из АБЭПа, из прокуратуры, из там, прочих других органов, сколько было при Эмиле, их не было ни до, ни, наверное, пока после. И я могу сказать, я это достоверно знаю, что некоторые сотрудники по тем или иным причинам прямо от него, кто косвенно, кто непосредственно прямо, требовал от него, ну, что называется, информации, что, да, вот мы сейчас найдем это, скажи, что это у тебя санкции и руководство. Эмиль был на этом посту железобетонным, так сказать, щитом, во-первых, против, щитом именно по, не в том, что он упирал, а в том, что он действительно отстаивал интересы муниципалитета. Это во-первых. И во-вторых, вот он как раз вот этот элемент прозрачности наладил. И не только в отношении ДХБ, в отношении многих других организаций я проверяющим органам говорил, заходите, берите, смотрите. Они действительно заходили, брали, и из ДХБ в тот же АБ документы уходили просто пачками. Они все проверяли, но там все настолько сейчас было прозрачно и доступно на просмотр, что зацепиться, что называется, просто было не за что. Ну да, они могут. При желании могут. При желании могут, да. На него оказывалось периодическое давление. И я могу сказать, что в условиях возрастания вот этого финансирования бюджетного на работу на дорожную, на тротуарную и прочее, прочее, нахождение мили на этой должности было бы гарантией того, что там все было бы в порядке. Это не мои опять же голоснованные слова, это результаты многочисленных проверок, которые старались, подчеркиваю, старались найти там существенные нарушения, которые позволили бы, вы понимаете, там сейчас, конечно, руководство полиции сменилось, но раньше вы понимаете, какие были взаимоотношения предыдущей власти и МВД. и все эти проверки, все эти, не хочу использовать слово наезды, но вот именно жесткие проверки, это было, во-первых, для них очень серьезным испытанием, и во-вторых, итог этого был такой, что они поняли ни прокуратура, ни милиция, даже в Балавтодору, даже наша организация один раз заходила, попытаясь, но я им сразу сказал, ребята, заходите, берите, смотрите, вы вот что хотите найти, вот от этого не найдете, потому что этого нет, они посмотрели, говорят, ну да, ничего нет. Связываете все эти наезды, как так называемые, в кавычках, все-таки с прошлой команды Иваныча Брасова? Я думаю, что больше кому-то, наверное, вряд ли было выгнано в тот момент что-то найти и что-то доказать. А с чем это связано? С вопрос как обидача? Нет, ну, во-первых, это чисто предположение, как бы, что называется, свечку мы не держали, это чисто вот логическое мы заключение. Во-вторых, ну, даже не обида, просто попытка, наверное, показать, что ничего не изменилось, там, вот, тут были уголовные дела, и тут уголовные дела, тут мошенничество, хищение, злоупотребление, и тут мошенничество. в бытность еще, когда вы заведовали, соответственно, и экономической безопасностью, и всем прочим, я так понимаю, в любом случае, это отчитывается перед вами, был замечен Алексей Матюшкин, и Эмиль Мамедов, кушали шашлычок, все им вот это вот, не забывают эту историю, вы как к ней относитесь? Был ли у вас с ним разговор, с этими руководителями? Ну, смотрите, вот, у Эмиля, как я уже перечислил, достаточно много достоинств, редких, кстати, для сегодняшнего дня, у многих руководителей, ну, как и мы все, человек не без недостатков. Один из его недостатков, что гладко и ровно говорить, и пояснять, он еще до конца не научился, что продемонстрировал, вот, особенно интервью, которое было у него, в газете, ну, вернее, на сайте Сути, хотя я не назвал это интервью, когда три уважаемых мной корреспондента Сути между собой беседовали, и периодически в эту беседу два-три слова пытался вставить Семиль, вот, но он, внятно, тоже не смог, конечно, донести вот через этот чистокол эту мысль, я вот просто повторюсь и еще раз добавлю, да, люди сидели, подрядчик, заказчик, как говорится, у всех людей сразу, ну, вот, они сговариваются о чем-то интересном, вот, все работы, которые были после этого, произведены, соответственно, они также подверглись, вот, тому строгому контролю различных правоохранительных, нет, не с моей стороны, а у нас возможности для этого контроля достаточно, ну, достаточно ограничены, это и не наша, ну, не наша функция, да, вот, но все организации, которые потом проверяли вот эту совместную работу, никаких оснований, не то, что там для уголовных дел, даже для административной ответственности найдено не было, о чем это говорит, о том, что люди действительно просто сидели, причем открыто, и последующие результаты их работы показали о том, что они в этот момент ни о чем не договаривались, и, наверное, завершая эту тему, я вам могу сказать, не знаю, это подтвердит вам потом или нет, но я знаю, что до этого у него были беседы, одна точно была, когда представители других структур как раз и пытались с ним договориться вот о том, в чем его обвиняют в отношении ПИК, то есть на него выходили люди в других кабинетах, в других заведениях, приглашали его, и предлагали дружить, что называется, соответствующим тех, потому он, естественно, от этого отказался, и я не исключаю, что как раз вот эту ненитую фотографию сделали те люди, которым он в этой дружбе отказал. К вашему кабинету вернемся, бывшему. Вот вы, соответственно, силовик, как работник структур, у вас и кабинет был оформлен в соответствующем стиле, там кинжалы, муляжи гранат, папки разного цвета, то есть, ну вот как к вам заходя, то есть создалось впечатление, что мы снова вернулись в здание ФСБ. Это что было? Это как просто какой-то психотип специально применялся просто для... Или это реально... Все гораздо проще. Ко мне приходили люди с сувенирами, дарили мне эти подарки. То есть практически все эти вещи, кинжалы, значит, открыточки со щитом-мечом, та же самая граната пресловутая, это подарки. Люди приходили, и, ну, разные, бывшие сослуживцы, там еще сотрудники полиции много дарили, как бы вот такие... Это сувенирная продукция. Естественно, потом, ну, у меня дома этого гораздо больше, потому что за годы службы надарили этих там кинжалов, мечей, чего только нет, вообще никак не повешу никогда. Вот. Действительно... Действительно... Нет, у меня трехкомнатная квартира и там не разгуляешься с коврами. Вот. Поэтому вот эти подарки, которые люди дарили, они потом бы так же приходили, ну, что, должен был спрятаться. Та же граната, она очень удобна, бумаги, которая вот, она у меня стояла на столе, потому что вот бумаги, которые сейчас, ветер, там, этот, бум их приложил, и это... Да, иногда брал в руки, говорил, если не будешь работать сейчас, ну, это шутка была. Вот. А так, да. И, кстати, по поводу сувениров, может быть, кто-то, ну, особо внимательный, наверное, видели. В самом центре стола у меня прямо передо мной стояла мягкая игрушка, такой рыженький песик, который такой забавно отдает честь. Это мне жена подарила в самом, практически, начале моей карьеры в органах безопасности. И с тех пор это практически был мой такой талисманчик. Он прошел со мной все горячие точки, весь на всех фотографиях, там, в чеченских палатках, во всех кабинетах. Так что... Ну, вы же здесь. Или вы считаете, что это ваше увольнение, ваш уход с администрации это закономерность? И, ну, правильная поступка. Ну, раз уж мы затронули эту тему, давайте мы ее так объединим с вопросом в моем приходе и в моем уходе. Так все-таки вы человек Соловьева. Ну, давайте я вам расскажу, а вы сами сделайте вывод. Когда Александр Александрович пришел руководить районом, я, конечно, определенное время смотрел, как все происходит, и, в принципе, оценивая обстановку, понял, что он пришел фактически один. Вот один в окружении, ну, скажем так, недружелюбный к нему, потому что все-таки выстраивалась, до него выстраивалась, в принципе, цельная, единая, едино-направленная команда, которая действовала в одном строгом направлении, указываемое предыдущему руководителю. А он пришел и начал проводить новую политику, в принципе, совершенно другую, но один. И понимая, что без помощников им не обойтись, я, зная свои качества и свои возможности, их ему предложил. То есть, мы встретились с ним, у него. Вы знали друг друга, да? Да, мы знали, но, то есть, мы знали, мы знали, кто кто, мы даже несколько раз пересекались незначительно, то есть, да, мы друг друга персонально, человечески знали. Вот. То есть, мы с ним встретились, он изложил мне свою позицию, свое видение развития района, я изложил свое мнение, и мы как-то сразу поняли, что мы единомышленники. И он практически сразу сказал, я хочу, чтобы вы работали, давайте работайте вместе. Вот. Но, мы сразу с ним оговорили. Основные моменты. Первый момент, который я сказал, это, что у меня есть свои принципы, что я человек самодостаточный, меня в этом здании ничего не держит, и мне так по большому счету ничего не нужно. Но через свои принципы я никогда не переступлю. Вот. И тоже мы с ним договорились о том, что, соответственно, наша работа будет простираться либо до того момента, когда мне придется выбирать принципы или дальнейшие работы, или до того момента, когда он скажет спасибо, до свидания. Поэтому, вот. Несколько. Так что было итогом? Принципы или спасибо, до свидания? Оно как-то совпало. Как-то совпало, да. Понятно, у меня был там длинный отпуск, а я знаю, что многие писали, что я судорожно пытаюсь там, делаю какие-то усилия для того, чтобы удержаться на этом месте. Но я думаю, это писали люди, которые на моем месте делали бы именно так. Ни в начале работы, ни в ее завершении меня в этом здании ничего не держало. То есть, мне там цепляться, оставаться было не для чего. Я, как, в принципе, мой друг Алексей Матюшкин, к этому возрасту, к 50 годам, люди, уже состоявшиеся, себе все доказавшие, и окружающим все доказавшие. Мы уже в жизни состоялись, мы с каждой в своей сфере понимаем, что он в бизнесе, я в службе, что мы достигли всех вершин, мы достигли материального благополучия, и мы пошли, что называется, попытаться реализоваться в этой сфере, в сфере муниципального управления, и, соответственно, быть помощником Александра Александровича в его работе. Я мог бы так чисто технически подключить свои контакты в разных там руководящих сферах там области, там Москвы, прочее, прочее, но нельзя работать, если прозвучали эти слова, меня попросили написать заявление по собственному желанию, я его, конечно, написал. Ну, то есть, вы сдержали свое офицерское слово, как вначале было договорено, но вот все-таки я не буду додавливать все-таки, что явилось там вот этим подковерной темой, пусть все додумают, как могут, но все-таки, сходя из вашей речи, получилось, что либо принципы, либо пока, до свидания, вы озвучили, да, Сан Саныченко? Получается, что ваши принципы, они честнее, чем Александра Александровича? Нет, нет, нельзя так говорить. Нельзя так говорить. Потому что ведь сфера, в которой мы работали, в которой он продолжает работать, она очень непростая, она очень много плановая и, в принципе, всех руководящих работ самая сложная, потому что это как между молотом и наковальней, это непосредственное соприкосновение с жителями, непосредственнее просто негоду, вот граждане, вот власть, и, соответственно, задача, которая стоит все уровни следующей власти. Чуть-то оторвался от муниципалитета, перешел куда-то там, там уже, там свои заморочки, свои жесткие условия, требования, но в этом отношении легче. А тут очень много всяких вопросов, нюансов. Вот так вопрос, как вы поставили, его нельзя ставить. У Александра Александровича есть масса достоинств, выгодно отличающих его от других муниципальных руководителей, руководителей муниципалитетов, от предыдущего руководства нашего муниципалитета, от других районов нашей области. Он очень открыт, он вообще не очень просто доступен людям, у него очень хорошие знания в области экономики, экономики предприятий, производства, сельского хозяйства. У него потрясающие контакты различным уровнем, наработанные ему на предыдущих должностях, которые позволяют решать вопросы не со стрелочниками, а с тем, кто реально полномочен при принятии решений. У нас разные структуры здесь, федеральные, областные и прочее. Он знает практически всех и может выйти на человека, с которым можно этот вопрос. Это глубокая, я бы даже сказал, вера в то, что он сказал, подумал и придумал, будет реализовано. Поначалу мы даже многие были от этого... То есть он говорил о плане действий, о том, что еще пока является только наметками. Но тем не менее, много из этого было за эти годы. Многие вещи были реализованы. Соответственно, у любого человека есть недостатки. Один из недостатков, наверное, тоже связанный с тем, что он работал в сферах, где нужно очень аккуратно... То есть там очень сложно, наверху все взаимоотношения межличностные, межклановые и прочее, что он очень быстро верит негативу. Вот если я, скажем, по своей предыдущей работе негативом встречался постоянно и мог его делить. Есть системный негатив, есть негатив не страшный, есть негатив, который нужно и нужно проверять. Любой негатив нужно проверять, чтобы сплет не превратился в информацию, например. То есть мы должны знать, что если что-то негативное произошло, это произошло такого-то числа, там-то, в таком-то месте, с участием таких-то людей, и желательно под это какие-то материальные подкрепления, чтобы понять, что действительно там негатив был. А люди, которые вот этот недостаток прочувствовали, я думаю, они на него надавили, и в результате, наверное, сложилось такое негативное мнение, что я пытаюсь составить какой-то свой центр силы в городе, в районе, и наращиваю там какие-то свои усилия, что, естественно, действительности не соответствует. Я ему сказал так, что мое мнение может с вашим не совпасть. Я скажу, что я не согласен с таким-то назначением, но если вы скажете, что этот человек будет работать, я буду работать с этим человеком и поддерживать его так, как вот это я сам его предложил и, что называется, за него поручился. Так несколько раз было в реальности. Причем это стало чем дальше, тем больше. То есть я не соглашался с рядом его предложением, но тем не менее, ну, скажем, из примеров, если говорить, то та же Грибышина Елена Николаевна. Я был против, могу прямо сказать, что я был против ее назначения на это место, но когда она приступила к работе, она и ее кураторы, они как бы опасались, что я вот из-за того, что был против, начну им как-то пытаться доказать, что я был прав. Но я думаю, если вы спросите Елену Николаевну, она вам скажет, что на посту на этом я всячески ее поддерживал, чем мог, помогал решать там сложный вопрос, у нас в том числе и по хоккею тогда были и прочие другие, я думаю, ей не в чем меня упрекнуть, что я как-то, ну, пытался, да, чтобы доказать, что вот я, что я там, и самое главное, что она, я думаю, это вот один из примеров, вот, поэтому я всегда в этом, этот принцип я вложил в самом начале и придерживался его до конца. Вернусь к устройству на работу, я не буду, как вы закончили, да, я говорю, пусть додумаю там, как хотят, но вот исходя из вашего реплики, получается, что вы сидели, смотрели телевизор, ну, где-то дома, там, Балакова, узнали, что Сан Саныч ездит сюда на место, схожу-ка на разговор, там, но так же не бывает, но команду формируют сильные люди, сильные люди из другого центра, да, власти, соответственно, это либо Лавнуслая, либо, ну, выше уровня федерального, все-таки кто-то же протежировал вас, нет, вот именно так, как вы, как я сказал, так оно и было, я вам больше скажу. Еще раз повторюсь, если бы была команда, она бы пришла, ну, практически сразу, я же не сразу прибежал, а он пришел, и я там, возьмите меня, потому что вполне он мог бы оглядеться, посмотреть, кого-то оставить, кого-то там пригласить, и началось бы вот это формирование, я его не увидел, поэтому я пришел и предложил себе в качестве, вот, в том качестве, в котором меня на работе взяли, вот, как я сказал, так оно и было, может быть, он с кем-то советовался по поводу меня, там где-то, я не знаю, в каких-то кругах, ему что-то сказали или не сказали, я не знаю, вот, но то, что вот меня никто для этого не лоббировал, возможно, это получилось из-за дефицита кадров, ну, еще раз повторюсь, я на себя, вот, я свою команду не формировал, я, почему сложилось такое мнение, я скажу почему, потому что практически каждый руководитель структурного подразделения и учреждения организации нашей со своими проблемными вопросами приходил ко мне, многие вопросы, ну, разным уровнем, прежде всего, там, с правоохранительными органами, там, запросы, проверки, там, что-то еще, проблемы с проверяющими структурами, еще какие-то, они приходили ко мне, если я мог их решить, я их решал, потому что Александр Александрович занимался, ну, общим стратегическим вопросом, направлением, экономикой, проектом и все прочее, вот эти все вопросы, если я мог решить их, я решал, если я не мог, или я, ну, не знал, как их решить, я шел к Александру Александровичу, говорил, вот такие-таки это вопросы, он либо давал указания, как это сделать, я так делал, либо он говорил, это я сам решу, и решал сам, вот, в любом случае, вот, мнение, оно, во-первых, могло сложиться, и, во-вторых, оно кем-то культивировалось, для того, чтобы, используя то качество Александра Александровича, о котором я сказал, посеять в нем, вот, эти вещи, я сам такого повода не давал, но, я не являюсь опытным царедворцем, который, вот, готов вступить в это противоборство, начать, там, гнуть в овине, кулуарным все, да, это было, ну, не то, чтобы выше, ну, для меня, понимаете, еще раз повторюсь, меня там ничего не держало, я считал, что практика моей работы, которую я осуществляю, это лучше, как говорится, критерий, в моей деятельности, то есть, если, скажем, ну, Александр Александрович, у нас был, предположим, что-то про меня, прямо скажем, мы шептали, вызови и спроси, скажи, вот, 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 я бы сказал, ну, все люди разные, понимаете, еще раз повторюсь, к числу многих его достоинств, которые я перечислил, есть какие-то, недостатки, понимаете, люди, еще раз повторюсь, он работал в очень сложных условиях, вот, там, во всех этих верхах, там совершенно другая жизнь, чем даже у нас здесь, я это знаю не понаслышке, потому что долгое время курировал эти организации, с позицией спецслужбы, я знаю, как там непросто, поэтому это, в общем, ну, к сожалению, я скажу так, что вот эта точка зрения преобладала, но я сам оснований для этого не дам. Если рассказываете про Академию, давайте просто, вот, вы сами расскажете, все слухи вокруг вас, как вы там были. Значит, слухи, я не знаю, кем и как они рождены, и зачем, тоже не знаю, но я думаю, что, опять же, люди судят по себе, то есть, как бы они в данном случае поступили бы на моем месте. Значит, что касается Академии права, меня туда на работу пригласила прежняя директора Елена Николаевна Федина, пригласила она меня прежде всего для того, чтобы филиал мог пройти аттестацию, которой у него на данный момент нет. Елена Николаевна и ее команда провели гигантскую работу, титаническую работу, потому что они работали, во-первых, в половину условий пандемии, во-вторых, в условиях практически отсутствия всякой со стороны чьей-то помощи. И они подготовили филиал к аттестации, и он скоро, я думаю, получит именно благодаря ее работе. Оно для того, чтобы заведение было аттестовано, один из элементов, у них должен был работать сотрудник с опытом работы в правоохранительных органах, но на 0,2 ставки. Но это должно быть постоянное место его работы. Практически никто бы на это не согласился, потому что 0,2 ставки это 10-12 тысяч рублей в месяц. Но поскольку у нас с ней связывают давние дружеские отношения, я согласился, тем более, что... Да, вот просто было интересно читать в телегах, что вы как бы ее пытались сместить, но все знали о том, что у вас дружеские отношения очень много лет. Ну, значит, те, кто писал или не знали этого, либо сознательно заблуждались и заблуждали всю остальную общественность. Рознь между вами эти публикации не внесли? Да и что? Я не знаю, что может внести рознь между мной и Еленой Николаевной, нашими семьями и также другими моими друзьями и балаковскими, и саратовскими, и чеченскими, с которыми мы до сих пор дружим, поддерживаем отношения. Наверное, мне жаль искренне тех людей, которые вот пишут это и думают так, если они действительно так думают. Это значит, что у них никогда не было настоящих друзей, а человек, у которого не было настоящих друзей, не может считаться счастливым. Возвращаясь к этому, к Академии права, я, да, пришел, во-первых, потому что она меня попросила, во-вторых, действительно, я мог заниматься наукой. Я ввел там страничку исторического календаря на сайте филиала и готовил вот эти свои статьи. У нас были некоторые задумки, но после того, как с ней так непорядочно поступили, я считаю, с ней поступили крайне непорядочно, я не смог оставаться в стенах этого заведения. Единственное, я ушел чуть позже не ее, я хотел уволиться вместе с ней, как сделали, кстати, еще четыре преподавателя, но выяснилось, что там мне поставили зачет, студенты ни при чем, как говорится, поэтому я принял зачет и уволился после этих зачетов на второй день. Ну, то есть, грубо говоря, все эти перетрубации кадровые в Академии, они, это никак не связано ни с вами, ни с вашим приходом, влияние никак не связано. Люди, которые полагают, что таким образом можно решить свои кадровые проблемы, то есть, попытаться пробиться там и куда-то, они либо не знают всей этой кухни, либо сознательно, опять же, вводят в свое заблуждение, потому что, если ты хочешь стать руководителем филиала, ты должен, ну, как минимум, ехать и заявить о себе руководителю, который принимает решение. Вот я такой-то, там, нарядный, возьмите меня. Это можно делать гласно, это можно делать тайно, толкулуарно, через связи, еще как, но это нужно сделать, потому что решение в любом случае принимает руководитель, и я более скажу, если таким путем начать идти, то есть, мутить воду, это лучшая рекомендация, чтобы тебя на работу не взяли вообще. Я таких действий не предпринимал, потому что, во-первых, прекрасно понимал, что раз такое затеяно, значит, есть какие-то кандидаты, и кроме того, я знаю, что когда в Саратовской юридической академии сменилось руководство, и попытки, предложить им в качестве работников по безопасности сотрудников ФСБ, успехом не увенчались, там сейчас заправляют сотрудники, бывшие сотрудники полиции, со всеми вытекающими последствиями. Я поэтому понимаю эту обстановку, даже не пытался занять эту должность, потому что просто у меня даже и в планах. вы сейчас упомянули зарплату в 12, ну, там, грубо говоря, в районе 12, понятно, что это удашение не для зарплаты, а для научной деятельности, так скажем, наработать скилл, педагогический, снова, на 12 тысяч можно ягуар содержать? И откуда он вообще взялся? Больной вопрос? Ну, для меня нет. Для меня этот вопрос не больной. Я могу все абсолютно открыто рассказать, и я бы давно рассказал, если бы меня об этом кто-нибудь спросил. Вот про ягуар меня первый раз... Вокруг мусолить-то интереснее, чем напрямую спросить. Я понимаю, почему не спрашивают прямую, потому что спросили, получен ответ, и все, тема закрыта. Первый раз, повторюсь, меня о ягуаре спрашиваете вы сегодня. До этого никто не... Были публикации, что в кредит. Публикации и спросить... Но не спрашивайте. Это разные вещи. Вот. как купить ягуар? Рассказывать. Давайте. Записывайте. Записывайте. Надо. После школы поступить в лучший вуз области. Я до сих пор считаю этим вузом классический саратовский университет. Университет имени Чернышевского. Издалека мрача. Потому что... Вы спросили, как я говорю. А потом получить наследство в конце будет, да? Нет, нет. Не логотал. Потому что университет был всегда университетом, когда сейчас все академии и университеты были простыми институтами. Что соответствовало истине. Закончить аспирантуру. Сочетить кандидатскую диссертацию. Потом попасть на службу в органы государственной безопасности. Прослужить там без малого 20 лет. Обязательно побывать в том числе на постоянной работе в горячих точках. Как это называется у нас регион со сложной оперативной обстановкой. Дослужиться до полковника. Потом выйти с соответствующей пенсией в запас. Ну потом да, надо устроиться на работу, чтобы была работа. А, да, надо еще иметь жену, которая постоянно работает. Ни дня не оставляет сколько она мы вместе проживаем. Она ни разу не было ни дня, чтобы она не работала. Она работает у меня в сфере медицины, в том числе и коммерческой медицины. Даже в Грозном, где мы жили, она не сидела дома, хотя имела возможность с моей зарплатой, а работала. Вот. И вуаля, к 50 годам вы имеете полное право, отдав машину предыдущую в трейд-ин и взяв кредит, купить себе Ягуар. Я могу, ну, если серьезно говорить, я немножко, конечно, поаккуражился, но потому что это вот все, как вы говорите, в Мусолье, оно меня всегда забавляло. Некоторые переживали, мои друзья, вот, такое, ну, ладно. Вы уже осознанно пошли на этот шаг. Для такого второго лица администрации купить Ягуар вы как будто прям решили пораздражать. Нет. Ну, смотрите, я вам еще раз повторюсь к началу нашего. Я, меня в этой славном доме на Таранаске-12 ничего не держало, не держит и не держало и тогда. Мы купили машину, потому что захотели ее купить и смогли ее купить. Если бы мы по своим финансовым возможностям не смогли купить Ягуар или вообще иномарку, мы бы купили себе Ладу Гранте или Нилу и спокойно бы ездили на ней. Я об этом, кстати, говорил еще в интервью Сергею Губанову в аритмии в первой или второй не помню. Вот. У нас появилась такая возможность. Я ее купил. Но вот эту всю цепочку я вам для чего рассказал. Потому что по уровню обеспеченности по Булаковскому мы с семьей обеспечены, конечно, хорошо. Что все наше благосостояние оно благодаря длительной службе в органах безопасности и работе в сложных регионах, потому что эта работа оплачивалась уже в 2000-е годы очень достойна. Очень достойна. Наш президент он сначала продекларировал, наверное, знаете, когда может быть даже не продекларировал, для себя решил, когда вот лодка Курск взорвалась и он пошел в гости командиру этой подводной лодки в пятиэтажку с обшатанным поездом в дверь скрипящую. Мне кажется, что у него тогда родилась вот эта вот мысль, даже какая-то гляд, что нужно все сделать. Он продекларировал, что военнослужащие, сотрудники, те, кто защищает Родину, не должны ни в чем нуждаться. Продекларировал и осуществил это. Я почему это говорю? Потому что практически все сотрудники нашего управления, я имею в виду Чеченского, которые длительное время там прослужили, смогли решить все свои материальные вопросы. Практически все они приобрели себе жилье в тех городах России, где они захотели. Москва, Ленинград, Сочи, там, где хотели, там и купили. Потому что и это правильно. Это правильно, потому что они были на переднем крае борьбы с главным врагом тогда, которым являлся терроризм. Они рисковали своими жизнями. Семьи их рисковали потерять своих кормилицев. Многие, к сожалению, этот риск действительно существовал, люди погибли. и они, и я в том числе, как и они, по праву получили эти средства. Все, я повторюсь, если как бы заканчу эту тему, все свои основные материальные блага, которые мы получили, мы получили благодаря этой службе. И сейчас действительно с учетом автокредита, с учетом трейд-ина и с учетом моей пенсии полковника ФСБ Запаса мы спокойно этот кредит будем оставшиеся годы платить и еще что называется остается. По-моему, ребенка вроде бы уже подняли. Как получил он такие баллы? Значит, ну, во-первых, у нас старший сын уже тоже самодостаточен, он работает и, в принципе, ипотеку по той квартире Пиндерской мы закрыли вместе с ним уже. Он очень, он программист очень высокого уровня, он очень хорошо. Это специально сейчас очень востребовано, он зарабатывает очень хорошо и как бы мы уже квартиру это его мы закрывали уже вместе с ним. если бы мы долго его закрывали, мы бы сейчас его не купили, потому что мы бы еще выплачивали ипотеку. А младшенький получил, я вам скажу, потому что, во-первых, он очень талантливый, а во-вторых, он, как сказать, целенаправленно, он очень целенаправленно, он чисто любив, и он целенаправлен и работоспособен, потому что те баллы, которые он получил на ЕГЭ, по большому счету, для поступления в ВУЗ ему были не нужны, потому что, начиная с восьмого класса, он участвовал в олимпиадах по этим ВУЗам и, в принципе, уже в восьмом классе мог бы туда поступить. В восьмом классе он занял восьмое место по России, по олимпиадам. В девятом-десятом еще раз участвовал, тоже получил призовые места, и для того, чтобы попасть на ту специальность, на которую он хотел, ему надо было сдать ЕГЭ не ниже 75 баллов. Я понимаю, что многие, наверное, кто не сталкивался с этим, порешали, там все прочее. Я тоже, люди, которые коснутся этого в одиннадцатом классе, они поймут, что порешать здесь в нынешних условиях это невозможно. Тем более, что для совсем Фомы неверующего, который скажет, а мы все равно не верим, до сих пор сохранился его личный кабинет, при необходимости пусть тот, кто не верит, придет, потому что он писал ЕГЭ в составе всего класса, под этими же камерами, через всех, и все, что он писал его почерком, все эти вещи в интернете сохранились, под его логином, паролем, но особо желающим можем показать. Был слух, что вы собираетесь или вас приглашают на работу 62-го училища. То есть ныне это у нас Балаковский транспортный. Я их путаю. Мы под это транспортный. Вам поступало такое предложение? Чем отличается слух от информации? Информации всегда есть точные сведения о месте, времени, событии и участниках. У вас такой информации нет? Нет. Только появился слух. Ясно. разве и слух может только факт. Откуда он родился я не знаю, но один раз мне это предложение не поступило. Я от него отказался. Наверное, я бы не хотел говорить на эту тему. Подытожим. Да. Так коротко. Разочарованы ли вы в главе района? Обижены ли вы на него? Нет. В любом случае обиды никакой нет. Потому что подобный исход он прогнозировался. Но все равно так уж прямо говоря, я не чиновник. То есть мне вот работа мне нравилась. Мне нравились люди. Основная масса людей это высокие профессионалы своего дела. То есть каждый свое дело знает точно хорошо. Там были сложные задачи, которые нужно было решать. Интересные. Работа была интересная. Но я не чиновник. Там есть свои законы. Есть свои специфики. Нужно пытаться как-то мимикрировать под них. Я понимаю, что я для многих был внутри администрации достаточно неудобен, потому что я вторгся в мир, в котором они жили по давно установленным правилам. Всем понятным, всеми принимаемым. Но все-таки получилось ли у вас встряхнуть это болото, создать эту подушку? Мы услышали, что вы как бы предполагаете, что получилось. Ну, конечно, я не до работы не доделан. Это вот единственное, что вызывает сожаление. Те структурные изменения, которые произошли, те достаточно принципиальные изменения, которые произошли, они не до вершины. Есть ли возможность ЭГРС обратно? Да, она имеется. Возможность. Потому что система, вот если, скажем, дольше приходилось руководить, ну, это специфика, конечно, работы органов безопасности, но когда ты приходишь руководить отделом, ты создаешь систему, которая через некоторое время начинает работать без тебя. То есть, если был руководитель, который там по иному-иному работе не получалось, ты оперработник, всех старых сотрудников систем, и ты видишь, что она работает сама без тебя. Здесь она тоже, в принципе, начала уже работать хорошо, но необратимости в движении, конечно, не было. Это очень специфический элемент чиновничества, но я и не собирался подстраиваться. Еще раз повторюсь, может быть, надо было быть где-то гибче, где-то там по это. Ну, я жил так, как я и работал, так, как я предполагал жить, как говорится. дороги наши разошлись, и мы не встретимся случайно, надежды наши не сбылись и ненадежные обещания. В любом случае, это как группа «Воскресенье» пела, да, в любом случае все военные, они, тем более, те, кто, что называется, побывал, они немножко футалисты, как там, ну, Лермонтова, помните, футалисты Печорина, да, я не выстраивал систему собственной безопасности, чтобы каким-то образом стать там своим и остаться там надолго. Но я могу сказать, что очень многие люди, сотрудники администрации, выражали большое сожаление. Мне, у меня нет никакой досады или обиды к Александру Александровичу, просто вот сейчас я вижу, к сожалению, что мне кажется, он опять остался один. То есть те, кто его окружает, не являются его единомышленниками. И в случае каких-то серьезных испытаний они его не поддержат. В этом мне ну вот... И поэтому ваш кабинет до сих пор не занят? сжали эту ситуацию. Может быть, он это тоже понимает? Ну, я не знаю. Дефицит кадров он действительно ощущался. Понятно, что сейчас вся нагрузка, которая лежала на мне, распределена между всеми остальными. Я так понимаю, основную часть нагрузки он взял на себя. Спасибо, Пал Борисович, за интервью. Спасибо вам. За честный разговор. Что не отказали.